Электронная запись в интернете или в терминалах, стоящих в поликлиниках, все это должно улучшить качество обслуживания граждан. Но после получения электронного талона, людям нужно в день приема вновь стоять в очереди в регистратуру, чтобы опять получить талон. Через интернет просто выбиваешь свою очередь, запись, время свое сбиваешь, потом приходишь сюда, талон. Граждане жалуются, что не всегда запись через интернет возможна. Бывают сбои системы. В регистратуре же работники поликлиники часто отказываются давать талоны без записи в интернете. Поэтому даже пожилым гражданам приходится осваивать навыки пользования гаджетами и учить новые для себя слова, такие как штрих-код. Нет, я не записываюсь. Я вот сегодня хотел записаться, а у меня в этом штрих-кода, да, вот я хотел поставить. Сейчас вот стою. Итак, сначала люди стоят за штрих-кодами, затем записываются в электронную очередь, после чего им, наконец, дают талон на прием к врачу в регистратуре. И после этого они попадают в живую очередь, в которой время приема, указанное на талоне, не работает. Люди спокойно могут просидеть в ожидании несколько часов, спрашиваются, зачем вообще нужны все эти талоны. Однако и на этом проблемы не заканчиваются. Резанка говорит, что если появляются талоны на окулис, то их моментально разбирают в интернете. А как быть тем, кто не владеет современными технологиями? Вот я, бабушка, у меня нет интернета. Какой мне интернет? Вот какой мне интернет? Вот как мы раньше, по молодости я была, мы работали, две смены работала регистратура, две смены работали врачи. Если я работаю в первую, я могу прийти по вторую. И была живая очередь. Была очередь, конечно, в регистратуре, но такого не было. К любым специалистам я могла попасть, когда только захочу. Получается, что медицина не для всех, а для самых ловких и быстрых пользователей гаджетов. Но даже им приходится ждать приема порой больше месяца. У некоторых специалистов приемы расписаны надолго вперед. Как к министру на прием. Вот я сейчас должна пойти к глазникам. У меня с глазами плохо. Я сегодня-завтра могу ослепнуть. Я до замглавврача ходила. Они кивают на область, на областное управление. Я не хочу сказать, что сами специалисты виноваты. Нет, это система наша. Это выше. Не все, но многие от безысходности идут к врачам в платные клиники. Там принимают те же доктора, что и в городских учреждениях. Это удовольствие достаточно дорогое. К тому же, пусть и считается, что медицина в нашей стране бесплатная, за обслуживание граждан все же платят страховые компании. А им государство, которое стремится сделать медицину более доступной. Или же скрыто пытается отправить граждан в платные клиники. Ответы на эти вопросы мы ждем от представителей заинтересованных сторон.